Приветствую, друзья. Владимир Путин загнал себя в ловушку. 8 месяцев назад он начал войну, из которой нет хорошего выхода. Обманутый разведкой и собственными фантазиями, он действительно планировал специальную операцию. То есть силами ограниченного контингента профессиональных военных, Путин хотел организовать бросок на Киев. Думал прогнать или сместить законную власть в Украине и усадить на ее место какую-то свою марионетку. Я уж не знаю, планировался ли на эту роль Янукович, Медведчук или какая-то иная фигура, но это теперь не так важно. План не сработал. Украинская армия оказалась боеспособной и мотивированной. Украинский народ не только не приветствовал завоевателей, но и при первой же возможности использовал розданное ему оружие по назначению. И наконец, президент Зеленский оказался вовсе не дешевым комедиантом, а настоящим бойцом. Причем лично гораздо более смелым, чем настоящий полковник Путин. Зеленский не боялся передовой и обстрелов. И не отсижился в бункере. Специальная операция не сработала. И тогда Путин пошел по своему обычному пути повышению ставок и начал полномасштабную войну. Его войска перешли к ковровым бомбардировкам и обстрелам городов и сел. Танки, крылатые ракеты, стратегические бомбардировщики – все это дополнялось мародерством и расстрелами мирного населения. Но и этот план не сработал. Украинцы ожесточились, набирались опыта, оплакивали погибших, но не сдавались. К лету стало ясно, что наступление захлебнулось. Но мы помним, что обычный путинский ответ на любые проблемы – это повышение ставок. Не справляется армия, в ход идут частные военные компании и добровольцы. Затем национальные и территориальные батальоны. Заканчиваются солдаты, тогда дается добро на привлечение к войне заключенных. Не справляется профессиональная армия, спецслужбы, частные военные компании. Не хватает добровольцев, кадыровцев, зэков. Не действуют даже угрозы применения ядерного оружия. Ну что же, Путин еще повышает ставки и объявляет якобы частично на самом деле всеобщую мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Но мобилизация – это уже предельная ставка в путинской авантюре. Дальше повышать ставки некуда. То есть теоретически, конечно, можно применить тактическое ядерное оружие. Но после разговора с китайскими старшими товарищами Путин как-то перестал заикаться на эту тему. Но Путин повышает ставки не только для всего мира. Парадоксальным образом он повышает их и для себя. Путин построил свой образ на брутальности и непобедимости. Он якобы победил международный терроризм. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Он одержал вверх войне с Грузией. Он бескровно захватил Крым. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Он принудил Украину к подписанию унизительных минских соглашений. Другого пути для урегулирования проблемы не существует, кроме как исполнения минских соглашений. Путин бесконечно эксплуатирует образ сильного, решительного, никогда не ошибающегося лидера. Цена ошибки очень высокая. Были? Нет. С начала войны с Украиной пропаганда постоянно продолжает преподносить его в том же духе. У нас, мол, все идет по плану, все цели будут достигнуты. И на то, что цели будут достигнуты, нет никаких слов. И во многом население верило этому. Верило в силу, верило в непобедимость, в непогрешимость. Ну, может быть, не столько верило, сколько хотело верить. Но это не важно. А потом случилось харьковское наступление украинских войск и обмен Медведчука на азовцев. А еще успешный удар по Крымскому мосту прямо на день рождения Путина. Конечно, власть попыталась поднять боевой дух всех граждан, объявив о присоединении к России четырех украинских областей. Но, во-первых, сделано это было настолько суетливо и фальшиво, что должного энтузиазма ни у кого, кроме как работающего за гонорар Ахлобыстина, не вызвало. Гойда, братья и сестры! Гойда! А во-вторых, уже на следующий день после присоединения украинская армия отобрала часть присоединенного обратно. Что, конечно, выглядело форменным издевательством над путинским присоединительным пафосом. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Но самый большой удар по вере в Путина нанесла, конечно, мобилизация. На вопрос социологов в штатском, поддерживаете ли вы войну с Украиной, около 700 тысяч граждан ответили ногами. Оказалось, что смотреть пропагандистские каналы с дивана или молчаливо соглашаться с войной – это одно. А вот реально рисковать быть убитыми на фронте через пару дней после призыва – это другое. Тем более, что и до фронта-то может не доехать. Путин очень долго избегал объявления всеобщей мобилизации. Он прекрасно понимал, что этот шаг кардинально изменит настроение в обществе. Что, собственно, и произошло. Люди не хотят воевать сами. Кадыров вообще отказался проводить мобилизацию в Чечне. А Собянин быстро прекратил эту лавочку в Москве. Прекратил не потому, что выполнил план, а просто чтобы не раздражать миллионы жителей мегаполиса. Мобилизация не могла пойти и не пошла гладко, облавая на подлежащих мобилизации. Призыв тех, кто явно не подлежит призыву. А главное – полное понимание, что призывать собираются гораздо больше, чем заявляют. Российское общество начало осознавать, что оно воюет. И не просто воюет, но и несет потери. Убитые и раненые солдаты, мобилизованные граждане. Обстрел военных объектов и приграничных городов на территории России. Частично, конечно, этот обстрел вызван некорректной работой российского ПВО, но это не так важно. Ну и, наконец, вызванные войной трагедии и несчастные случаи. С разницей в несколько дней случается сначала массовый расстрел мобилизованных на полигоне в Белгородской области, а затем и вовсе падение фронтового бомбардировщика на жилой дом в Ейске. Знаете, очень тяжело не замечать приход войны, когда на твой дом, твой район или город падает Су-34 с полным боекомплектом. Чтобы заглушить все военные неудачи и катастрофы, путинская пропаганда была вынуждена открыть неприкосновенный запас отвлекающих тем. И вот в то время, когда на фронт уходят сотни тысяч человек, тысячи гибнут, на российские города падают российские же самолеты, Дума обсуждает закон о запрете пропаганды однополых отношений. Правда, думаете, отвлечет? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Знаете, еще до войны мы как-то прикидывали с коллегами, как Путин может поднять свой рейтинг в условиях нищающей страны. Придумали два варианта. Первая мысль была, что он ведет смертную казнь за коррупцию, под этим предлогом просто начнет убивать нелояльных, а заодно развлекать массы, как это происходит в Китае. А вторая идея состояла в том, что он затеет какую-то общенациональную стройку, может быть, перенос столицы из Москвы, а для, в общем, всеобщего объединения и трудовой мобилизации народа, по типу строительства Днепрогаз при советской власти. Но сейчас очевидно, что ни расстрелы коррупционеров, ни перенос столицы уже ничему не помогут. Ставки подняты до предела, Путин все поставил на войну. Причем даже не на войну, а на победу в ней. Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции. И причем победа, это не обязательно взятие Киева или всей Украины. Победа это то, что Путин сможет предъявить в качестве победы. Но сейчас ему и предъявлять-то нечего. Но он оказался зажат между нескольких огней. С одной стороны, партия войны. Эти люди толкают Путина к эскалации, поскольку считают, что это выгодно для них. Больше денег, больше влияния, больше перспектив. На тему последнего я, конечно, сомневаюсь, какие могут быть перспективы в случае ядерной войны. Но они уверены в своей неуязвимости. Эту группу, эту партию поддерживает ультрарадикальная, провоенная, националистическая часть общества. Их не так много, но они активны, решительны, и теперь часть из них имеет боевые опыты и оружие. С другой стороны, демократическое антивоенное сообщество. Те, кто, несмотря на угрозы, отвечает социологам, нет войне. Их 14%, но это уже не те мягкотелые либералы с шариками и фонариками. Эти сегодня готовы сжечь военкоматы, а завтра возьмут в руки оружие. Ну и, наконец, есть основная часть российского общества. Эта часть достаточно инертная, но является ядром молчаливой поддержки Путина. Тем большинством, которое активно за Путина не топит, но и против не выступает. Проблема в том, что и эта часть общества уже не примет отсутствие победы. Это те люди, которые столкнулись с ухудшением качества жизни, с мобилизацией, с потерями на фронте, с отсутствием перспектив и с воздействием пропаганды. Примет ли эта часть общества проигравшего войну Путина? Сомневаюсь. Ну, на улице, может, и не выйдет, но и послушно безразличным большинством быть перестанет. Слишком много было вложено в пропаганду войны и неминуемость победы. И Путин это понимает. Он знает, что ставки слишком высоки, чтобы отступать. Поэтому я очень хотел бы ошибаться. Но, похоже, Путин готовит новое мощное наступление в Украине. Десятки и сотни тысяч мобилизованных будут брошены на фронт, откуда большинство из них уже не вернется. Будет предпринята попытка завалить украинские позиции телами, сделать так, чтобы и Украина, и мир ужаснулись происходящему и были бы просто вынуждены искать мира на условиях Путина. Собственно, подготовка к такому развитию событий, похоже, уже началась. Массированные обстрелы гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Использование дронов Камикадзе иранского производства, чтобы выбить украинское ПВО. Новому командующему украинским направлением Мяснику Суровикину явно дан карт-бланш. Как на любые по степени кровожадности действия, так и на использование стратегического резерва заканчивающихся ракеты-бомб. И если догадка о готовящемся наступлении верна, то дальше будет только два пути. Если Путин проигрывает, то он с высокой степенью вероятности вскоре может потерять власть. Для всех, в том числе и для военных, для его окружения, дешевле будет избавиться от него. Если же наступление увенчается успехом, то успех будет тоже относительным. Путин зафиксирует какие-то символические завоевания и продаст их публике. Но вот страна попадет в такую изоляцию, что сравнивать ее можно будет только с Северной Кореей. Только если Северную Корею технологиями Китай подкармливает, ну, к слову, не только технологиями, жертву он тоже подбрасывает, то России лишь предстоит опуститься вот на этот нижайший технологический уровень. Ну, впрочем, недавно Уганда уже пообещала поставлять в Россию свои электромашины. Я очень надеюсь, что мой прогноз о наступлении не сбудется. Но если оно произойдет, то я не хочу в своей стране будущего Северной Кореи. Счастливо вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!